Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу про один интересный способ ловли на потайке, который вам следует обязательно попробовать. Это способ ловли, который заключается в том, чтобы с вечера ставить потайки, а рано утром их снимать. Потайки ставятся на хищную рыбу. Надеюсь, вам понравится этот ролик, и вы оцените его, и напишите свои комментарии. Сразу хочу обмолвиться и сказать, что я ловлю рыбу на реке Северский Донецк. Вот эти красивые места, в которых мне посчастливилось побывать. На речку поставить закидухи на щуку. Думаю, чего бы нет. Закидухи на все остальное ставить, на щуку нет. Я решил поставить пять закидух, вот сейчас вечером, а завтра утром приехать и снять. Речка Северский Донецк будем мы ставить не в одном месте, а здесь несколько и в другом месте. В общей сложности это будет пять штук. Для закидухи я, значит, использовал такую вот деревянную дощечку, и на нее намотал около 15 метров лески. Груз на конце кусок трубки отрезал, и на расстоянии около метра полтора, метра два, так, чтобы было до дна ближе, я привяжу поводок с таким вот тройничком. Ну, поводок у меня около полуметра длиной, вот такой вот поводочек, и буду я его сейчас привязывать, и на этот тройник буду одевать карасика. И вот сейчас, значит, от дерева вот мой груз, вот леска, ну и примерно, чтобы было на дном, где-то вот здесь вот я беру и вяжу наш с вами поводок, сюда вот к основной леске. Таким образом, у меня получилась длина поводка около полуметра, и около полутора метра длина до груза. Наш с вами карась, значит, будет ноживец плавать над дном, но в районе дна, не вверху. И здесь я плотно привязал, леска вот зафиксирована, никуда не двигается. Мне приходится очень тихо разговаривать, чтобы рыбаки, которые находятся вокруг, не услышали меня и не узнали, что я ставлю по тайке. И сейчас мы берем, достаем, значит, карасика и цепляем его за верхний плавник. Идем забрасывать нашу закидуху. И вот пока я здесь, значит, снимал рост, кролик для вас, нашел такую вот маленькую черепашку. Был очень удивлен. Смотрите, какая крошечная малышка, как аквариумная. Маленькая-маленькая, вылезла греться на солнце. Она живая, просто спрятываясь. Очень-очень маленькая такая вот черепашонок. Поставлю его назад, вот пускай себе сидит. Греется как раз на солнце. И вот второе место мы нашли. Покажи туда. Вот так пробрались, значит, тут тоже камышики. Вроде место как щучье. Вроде место как щучь. Мы еще стараемся выбирать место так, чтобы не было людей. На той стороне кто-то есть, но велик оставил, а сам отошел. Поэтому пока его нет, мы забросим сюда закидуху. А глубина тут больше, чем оказалась. После того, как мы сделали заброс жипса, нам необходимо свободный край привязать к какому-то кусту или прочной палке. Но это должно быть незаметно. И вот как раз пока мы катались, смотрите какой туман. Смотрите. Красота. Как он стелется, а? Как дымчатое пятно такое, как в сказке такая. Как спецэффект кажется, смотрите. Просто супер. Я не знаю, что будет завтра. Будет рыба, утром не будет, но туман просто супер. Я вот уже в него иду. Вон моя машина. Свет фар сквозь туман. А туман просто класс. Как будто кто-то накурил, как спецэффект. Пятно такое. Красота. Красота. Ну что, друзья. Всем доброе утро. Надеюсь, меня видно. Сейчас вы видите вот 20 минут седьмого. Я еду за щукой. Обрыв. Обрыв. Или карась завел за ветку, за какую-то, или куда-то щука завела, в общем, обрыв лески в районе тройничка. Тройник, да, что-то зацепился. Или рыба завела куда-то, или просто оборвала. Откосила. Откосила щука. Откосила и тут, и там. Видно, что вот просто была отгрыжена. И тут, и там. Тут все на месте, просто нет карася. Запутано, нет карася. Или сам уплыл, или тоже просто, ну, взяло и ушло. Тоже срез. Тоже срез. Завело туда, в этот пенек. И срез. Последний. Пусто. Пусто. И тройник на месте. Ну, тут или был сход, или просто уплыл карась. Ну, на тех 100% был срез. На следующий день я не сдался. Я поехал наловил еще жирца, но в этот раз я купил щучьи поводки, чтобы не было срезов. Так. Чуть-чуть переделал снасть. Сделал с поводками. Купил поводки, потому что вчера все погрызли. Сегодня решили с поводками. И вот уже вечер, никого на речке нету. И ставим закидухи. Без 15.7 утра на улице еще только начало виднеться. Только начало виднеться. Короче, достаю дождевик и иду снимать закидухи. Короче, друзья, все время был огромный дождь. И, к сожалению моему, ничего в этот раз не было. В этот раз не было никаких подходов щуки. Остались целые все караси. И каждого карася я достал живым. И отпустил назад в реку. Вообще не приедали. Караси на месте. Ну что, друзья, я старался. Я не знаю, в чем причина. Дождь, погода. Если вчера были срезы явные. Вот было три среза. Уходило. Сегодня я поставил поводки. Даже там, где я делал без поводков. Даже карась на месте. Ничего вообще нету. То есть два дня я потратил. Для того, чтобы попробовать ловить вот так вот щуку. И ничего не получилось. Я просто не знаю. Не готов. Не знаю, ребята. Если вы поддержите меня в комментариях, я попробую выехать еще раз. Третий раз уже на эти закидухи, потайки и половить щуку. Наверное, третий раз мне повезет. Напишите в комментариях, стоит ли мне снимать третий раз видео. И как вы к этому относитесь. Всем спасибо за просмотр. Но, к сожалению, в этот раз без рыбы. Но как сделать такую снасть, вы уже знаете. Возможно, вам когда-то это пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...